Приветствую! Приветствую всех-всех-всех! Друзья мои, мир вам и благодать да умножатся! Сегодня у меня будет очень интересная тема. Мы с вами завершили тему «Как говорит Бог» и вот начинаем новую тему. И сегодня я буду ставить электрический эксперимент во время прямого эфира. То есть у нас будет проведен научно-исследовательский эксперимент, если так можно назвать. Итак, мы с вами будем смотреть, как загораются лампы электрические. У меня есть приготовлены разные лампы, но об этом чуть позже. А сейчас я хочу поприветствовать всех вас, дорогие мои. Давайте так, пока у нас сейчас будет прославление немножко и все остальное, а я попрошу вас, приглашайте людей к Дому Веры. Приглашайте людей к Дому Веры, чтобы они могли присоединиться и стать частью этого проекта, этого вещания. Я надеюсь, это будет огромнейшее благословение для всех людей и, в первую очередь, конечно же, для вас. Ведь все, что мы делаем, мы делаем все для вас, чтобы вы получали благословение, радость, вдохновение, чтобы вы получали потоки славы Божьей, потоки жизни. Поэтому, пожалуйста, 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 приглашайте всех друзей. Я вижу, уже Татьяна из Мизури присоединилась. И также, так, куда мне, я не знаю, что мне показывают, не могу понять, что мне показывают. Катя Гаврилова из Эстонии, Светлана из Брянска присоединились. Мир вам, мир вам, драгоценные мои, пусть Бог благословит вас. Также я хотел бы вам сказать, что вместе мы, Сила, вместе мы можем многое сделать и вместе мы можем преодолеть горы свернуть фактически. Давайте начнем этот день с молитвы, давайте начнем этот день с благословения, с благодарения. Давайте начнем этот день с хвалы. Давайте начнем прославлять Господа Иисуса Христа, ибо Он достоин славы, благодарения, поклонения. Поэтому давайте мы поклонимся Иисусу и восхвалим Его Святое Имя. Он достоин схвалы, славы, благодарения и поклонения. Господь, благодарю Тебя за этот день, благодарю Тебя за все милости, благодарю Тебя за то, что Ты с нами. Господь, держи нас в своих руках, направь, утверди, благослови. Господь, я прошу Твоей благодать, я прошу Тебя, Господь, излей от Духа Своего на нас. Коснись нас, Господь, коснись нас, прикоснись к каждому сердцу. Иисус, благослови нас. Мы, Господь, поклоняемся Тебе, величаем Тебя, славим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, хвала Тебе, Царь славы. Господь Сидержитель, хвала, хвала Тебе. Ты достоин чести, ты достоин славы, ты достоин благодарения. Господь, мы величаем Тебя, мы величаем, поклоняемся Тебе. Господь, я благословляю Твое Святое Имя. Ты достоин чести, ты достоин хвалы и благодарения. Я прошу Тебя, Боже, коснись нас, пускай милость Твоя обновляется над нами, пускай Слово Твое придет, пускай кровь Твоя очищает нас. Я прошу Тебя, Боже, благослови каждого человека во имя Иисуса Христа. Да будет, Господь, Твое благословение на каждом сердце, да будет Твое благословение на каждом человеке в этом эфире. Я прошу, Господи, благослови. Благослови Духом Святым, Господь, коснись. Коснись, Господь, каждого. И именем Иисуса Христа я благодарю и благословляю. И она говорит, я так просто могу и так я вижу 880 собрано и какое благодарение Господу за то, что вы такие щедрые, благословенные. И если у вас есть желание, поддерживайте, участвуйте. Нам нужно собрать 3500 для того, чтобы купить объектив, купить камеру, купить штатив. Чтобы приобрести, идите gofundme.com, потом дальше там od3.org, od3.org, gofundme. Вот вы на экране видите эти все данные, цифры, пройдите на этот веб-сайт и вы можете сделать свое пожертвование для этого проекта. Если у вас есть желание, будьте благословенны, пускай это осуществится, пускай ваш дар поможет нам приобрести камеру. Мы будем продолжать собирать до тех пор, пока не соберем. Конечно, не хотелось бы все оставшиеся полгода собирать на камеру, но если нужно, то будем собирать и полгода. Почему нет? Пусть Бог благословит вас. Я очень благодарен. Еще раз вдохновляю вас, сделайте ваше лучшее пожертвование, которое вы можете в пользу приобретения этой камеры. И пускай это завершится, нам нужна эта камера. И если мы Дом Веры, кстати, те, кто меня смотрит сейчас через сайт домверы.ру, если это наша семья, то почему бы нашей семье не приобрести хорошую камеру? Мы привыкли потреблять, 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 вот пришло время приобрести камеру для того, чтобы больше потреблять Слово Божие, для того, чтобы больше вы могли послучить благодать и помазание, для того, чтобы больше вы смогли получить вдохновение и ободрение. Ты скажешь, а почему вы будете не купить с Сианелла камеру? На Сианелле у нас небольшие трудности возникают финансовые, там возникли трудности финансовые, и нам очень сложно сейчас с финансами. И поэтому у нас, ну как это сказать, руководитель казначей наш, он сказал, Максим, денег не дам, не дам денег, не проси. Денег не дам, можешь не просить. Я говорю, как не дашь? Он говорит, так нету, у нас сейчас уже задержки по выплатам, поэтому, говорит, если нужна еще одна камера, сам ищи деньги где-нибудь, знайди деньги и пускай это будет отдельно, потому что нам и так трудно, и, говорит, выделить не может. Поэтому мы решили собрать здесь и, ну как бы, продвинуть этот проект в массы. Поэтому, если у вас есть желание, то, пожалуйста, пожалуйста, помогите нам, сделайте чудо, сделайте ваш шаг веры. Нам осталось собрать еще около двух тысяч долларов, потому что Саша Новак из Кустаная пожертвовала 200 долларов, еще здесь не появилось, эта цифра, но она скоро появится, эта цифра. И поэтому у нас осталось собрать даже 2200 долларов, вот так примерно. Пусть Бог благословит вас. Очень люблю, ценю, благодарю. Итак, сегодняшняя моя тема. Господь благослови нас. Сегодня у меня потрясающая тема. Я хочу поговорить об эффективности. Эффективности. Вы знаете, не кажется ли вам, что вы платите слишком много за все, за жизнь, за все? Вы знаете, когда я здесь оказался в Южной Калифорнии, ужас! Здесь все стоит сумасшедшие деньги. То, что там у нас стоят копейки дома, здесь у них стоят сумасшедшие деньги. Полил огород, плати деньги. А лишний раз кто-то в душ сходил, плати деньги. И я думал, ладно, вода, да что там экономится, сидеть там что-то, копейки какие-то. Но когда я на счет посмотрел, я сказал, здесь за полмесяца столько идет воды по деньгам, то есть оплата по потреблению, сколько мы там за год не платим. То есть такие огромные цифры, настолько огромные цифры, благодарю за кофе, огромные просто финансы идут за оплату коммунальных услуг. Самые бытовые электричества, вода, газ. Здесь фактически топить-то ничего не надо. На кухне, на плите. И здесь отопление фактически не включается. Нет вот какие-то сумасшедшие цифры. За газ, по которому почти не потребляем, нужно платить там огромные деньги. Если я вам скажу, вот за воду сколько нужно платить, где-то выходит по 3 тысячи долларов в год за воду, чтобы здесь была у тебя вода. Да, вот так вот, Южная Калифорния, пустыня, попробуйте. Вот. И вы знаете, и я стал смотреть, думаю, так-так-так-так-так, когда мне счет за электричество пришел 200 долларов, я сказал, так, кто лампочку не выключил? Я помню, в детстве папа ходил по дому, и он говорил, кто свет не выключил, кто свет не выключил? И как бы, ну да, надо выключать. Но когда счет пришел, ладно там, ну если 100 долларов, ладно, еще прожить можно. Но когда приходит тебе счет 250 баксов за электричество, и ты думаешь, а что-то многовато, что-то многовато за электричество. И я стал смотреть, а почему, почему я плачу слишком много? У вас не возникает такого вопроса в жизни, вот как бы риторического. Почему я плачу слишком много за то, чтобы просто жить? Ну, вон там пишет Сиэтла Элечка. Да, это точно, мы платим, как говорится, too much, слишком много. Конечно, может быть, кто-то, находясь в Украине, скажет, о, да это ерунда, у нас копейки все стоит. Ну, может быть, у вас там все хорошо. Ну, знаете, вот здесь возникают вот эти вопросы. Как бы, я начинаю задавать вопросы, а почему? Почему? Почему я должен платить слишком много? Ну, как бы, желания-то нет этого платить слишком много. Зачем мне это надо? И у многих людей возникает вопрос, не хочу платить слишком много. И это нормально. Нужно посмотреть, насколько в вашей жизни многие из... Вы платите слишком много за то, чтобы просто жить. И вы платите слишком много, чтобы просто продолжать свою жизнь. Вопрос в эффективности. Как быть эффективным? Как быть эффективным в жизни? Как быть эффективным в хождении? Как быть эффективным с Богом? Как быть эффективным? Как потреблять меньше, но получать все то же самое, что тебе необходимо для жизни? Вы знаете, что я сделал? Я пошел за пару долларов, купил такие штуки, насадки на эти водопроводные краны и уменьшает расход воды в 10 раз. Вот так вода струей идет, а у меня детки любят вот так включил, вот так зубки чистят, зубки чистят, а там вода идет вот такой струей сумасшедший, и он зубки чистят, там что-то вот так раз, вот что-то у меня тут прыщик вылез. Знаете, когда у вас мальчики в таком возрасте, подростки, вот что-то у меня, вот сейчас, он каждый волосочек укладывает и просто пока он себе волосики укладет, тут 100 литров воды сольется. Вот. Ладно, если в той стране, где вот дождей много, а здесь мне вообще присылают такую штуку, что огород нельзя поливать. Пришло письмо, нельзя поливать, предупреждение. Только три раза в неделю, три раза в неделю можно поливать огород, только три раза, больше поливать нельзя. Они требуют сокращения потребления. И говорят, не сокращайте, тогда мы вас сейчас покажем. Знаете, я взял, купил такие долларовые насадки на эти крантики. Вода, конечно, пошла сикать вообще мало, чуть-чуть там, кап-кап-кап. Но, в принципе, я могу мыться и могу... Я заменил душевые головки, тоже еще долларов десять. И вдруг у меня душ, конечно, раньше я привык, как с ведра льется. Я стою, там струя вот такая. Конечно, сейчас меньше капает, но все равно мыться можно. И когда мы говорим жить, потреблять и платить, многие хотят ничего не платить, но все потреблять. А так не бывает. Если ты хочешь, если ты хочешь в жизни платить меньше, нужно потреблять меньше. Нужно потреблять меньше. Конечно же, за нас заплачена дорогая цена Иисусом Христом. Иисус заплатил за нас дорогую цену. Иисус заплатил за нас. И мы с вами можем... Ну, как это сказать? Мы с вами можем благодарить Бога каждый день за нас оплаченным. За нас оплачена кровью Иисуса Христа. Его кровь пролилась. Его кровь пролилась за нас. И мы можем иметь жизнь вечную, радость. Можем иметь благословение. Мы можем хвалить Господа каждый день. Вопрос, как нам жить дальше, как нам быть эффективными, как нам служить Богу, как стать успешным в жизни. Я сегодня буду говорить на эту тему. Начнем с того, что многие из нас огромное количество времени оплачивают, чтобы получить элементарный ответ. Вы молитесь так много, у вас молитва идет множественная. И вы молитесь изо всех сил. Но когда посмотрите по количеству ответов, вы... Почему? Я столько употребил энергии, силы. Столько я употребил жизни, жизни. А выход в конце, вот как другой там помолился двухминутной молитвой, и у него уже чудеса, аллилуйя. Он Бога благодарит, у него уже там движение. А у тебя, ты там все старался, все делал. Ты там столько выдавил, а в конце там нажаешь, ты столько... Эффективность. Насколько эффективна твоя молитвенная, духовная, твоя жизнь. Насколько... Может быть, ты переплачиваешь, и ты слишком много энергии отдаешь. Я специально для вас собрал здесь разные лампочки. Я вытащил... Вы знаете, уже, к сожалению, некоторые выкинул. Я вытащу... Сейчас я вот даже вот отсюда вытащу. Я взял разные лампочки. Я хочу показать вам такое маленькое сравнение. Маленькое сравнение для того, чтобы вы смогли... Увидеть разницу. Вот еще одна лампочка пришла ко мне недавно. Вот. Я вам хочу показать очень хорошую разницу. Это не обзор электрических продуктов. Давайте так, не подумайте, что это обзор. Но я хочу показать вам разницу. Итак, перед вами четыре лампочки разных поколений. Четыре лампочки, которые дают нам свет. Четыре лампочки, которые нам светят. Вот так вам видно, наверное. Четыре лампочки... Прошлое, настоящее и будущее. Вы знаете, все они издают свет. Примерно одинаковое количество. Но еще вот эта лампочка, например, сдаёт тепло. Вот эта маленькая, нежненькая лампочка. Посмотрите, какая вот эта здоровая. Наверное, вот эта здоровая она потребляет больше всех. В действительности, вот эти почти ничего не потребляют. Вот эти две. Я про них попозже поговорю. Это LED лампочки и они почти не потребляют электричество. Вот эти две. Казалось бы, вот эта лампочка и вот эта лампочка. Скажите мне, пожалуйста, какая из них потребляет больше энергии? Вот эта огромная или вот эта маленькая? В действительности, поверите, нет. Я сейчас даже могу вам доказать. Вот эта малюсенькая-маленькая лампочка с этим маленьким патрончиком, вот эта маленькая такая, вот эта лампочка с маленьким-малюсеньким патрончиком, она потребляет 50-60 ватт. Я вам сейчас докажу, то есть докажу вам, покажу на практике, даже у меня есть специальный аппарат, но чтобы ее проверить, мне нужен вот такой переходник, вот здесь крупным планом включите, вот этот переходник даже одеть, чтобы ее можно было вставить в измерительное устройство. У меня есть специальное измерительное устройство, которое показывает, сколько ватт потребляет какая лампочка. И вот сейчас здесь написано 0, вам не видно, наверное, да? Я вот на эту камеру попытаюсь. Вот здесь 0 стоит сейчас, видно. И вот я закручиваю ее. И вы знаете, я сейчас знаю, что будет много, наверное, света. Ой. Она прямо нагревается моментально. Итак, вот здесь мы видим, 55,2 ватта она потребляет. Вам видно, наверное, да? Отлично. 55 ватт она потребляет. И светит. Ну, знаете, от нее сразу же идет жар. Я вот сейчас боюсь, что если я чуть дольше ее подержу, ауч, ауч, она уже нагрела. Смотрите, вот эти такие молитвенники, горячие, уже ты к нему не прикоснешься. Он чуть-чуть помолился, а уже весь такой раскаленный, уже весь такой, аааа, уже горит, уже. Вы знаете, однажды ночью мы на лампу бросили одежду и ночью проснулись из-за того, что дым в комнате был. Потому что лампа прикрылась, и мы уснули со включенной лампой, и мы с братом чуть ли не погибли из-за вот такой лампочки. Она дыма столько напустила в комнату, потому что это лампа накаливания. Христиане. Вы знаете, они накаляются сразу же. И что? Сразу же они начинают кричать. Вы, мы, вы не правы. В интернете, посмотри, сколько вот этих накаленных христиан. И они кричат. Вы неправильные, мы правильные. Они весь все раскаленные. Они, ты вот сейчас сам правду. И вроде лампочка, знаете, до сих пор ее не могу держать. Она настолько раскаленная, то есть она настолько горячая, что я даже вот с трудом ее могу, ну уже как бы, вот уже остыл. Вот христианин остыл, ладно, ладно, уже тепленький. 55, на ней написано 60 ватт. 60 ватт потребления. Вот эта лампочка потребляет 60 ватт. Вот это огромная лампа. Давайте вот сейчас сравним. На ней заявлено, что она потребляет, так, где мои очки в 17 лет? На ней написано, что она потребляет 22 ватта. Давайте проверим. Вот это 60 ватт, это в три раза меньше потребления. Ну что, давайте сверим. Итак, научный эксперимент ставлю. Берем. Вам видно, нет? Ставим вторую лампочку. Отлично. Итак, смотрим, что у нее по потреблению. О, даже она лучше. 19 ватт, если вам видно. Я так сделал, видно. 19 ватт потребления. Итак, вторая лампочка, 19-ти ваттная. Ну, она не нагревается, чуть-чуть нагревается, да, чуть-чуть нагревается. Есть нагрев. 20 ватт вот пошло. То есть она, наверное, она раскаляется. Все, наверное, она, вот она растет, уже у нее 20 ватт, посмотрите. То есть эта лампочка, они такие, они вот такие разогреваются, разогреваются, разогреваются. Они становятся такие более яркие, они становятся такие раскаленные. Вот уже 21 ватт. Посмотрите, если вам видно, я так попытаюсь как-то вот так сделать, чтобы вам видно. Видно, да, вам? Ну, не показывай, что видно. Вот так, может быть, будет виднее. Отлично. Вот уже 22 ватта, смотрите, у них напряжение поднимается, они уже растут, уже горячие становятся. Вы знаете, по мере вот разогревания они молятся, 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 и они все, они продолжают. И вот уже 23 ватта, ну, смотрите, ну, давайте мы так остановимся, вот оно продолжает расти. То есть с каждой минуты продолжает расти, я уже выключу, и она уже нагрелась, она уже горячая стала. Итак, посмотрите, по количеству света примерно одинаково. Одна лампа потребляет 60 ватт, маленькая лампочка, гигантская лампа потребляет 26, или сколько, 23 ватта, да, мы прочитали с вами. Ну, по крайней мере, прибор показал, устройство показало 23 ватта, и, ну, я буду верить, наверное, устройству, а не надписи. Да, здесь тоже написано 23 ватта. Вот, 60 ватт и 23 ватта. Перед вами две лампочки светят. Вы знаете, что если я хочу 60 ватт определить, вот таких три лампочки нужно воткнуть, три таких лампочки и одна вот такая. Можете вот сейчас поверить? Три вот таких, одна вот такая. И, конечно, они оба нагреваются. Многие христиане, они такие раздражительные, потребляют кучу ватт, кучу энергии, и такие нагретые, такие ошпаренные, к ним не прикасаются. Он закипит, сейчас закипит, сейчас я молился, целый день молился. Ты уже смотришь на него, брат, остынь, сестра, что ты напрягаешься? Я молился много, я молился, я старался, молился. Расслабься, братан, расслабься. Все нормально, молился, так молодец. Что ты, ребята, молился? Че орешь? Че орешь, что ты молился? Ну, молился и молился. Слава богу. Ты же богу молился, а не мне молился. Хорошо, идем дальше. Итак, следующая лампочка. По фактам, я, знаете, сделал много изучения, не много, а изучение, нашел сайты. Самая лучшая LED-лампочка, и вот это, наверное, на сегодняшний момент самая лучшая LED-лампочка на рынке. Она не дешевая. Она не дешевая. Знаете, вот как в жизни. Вот эта лампочка, она дешевка, но жрет много. Эта не дешевая и жрет мало. Ой, знаете, как вот себе невесту ищешь, вот в деревне здоровая, недорогая и жрет много. Такая худая жена, дорогая, ой, дорогая, но ест потребляет мало. Ну, если так можно сравнение сделать. Так вот, вот эта лампочка, она у меня потребляет, сколько же она у меня потребляет, позаявлено, 7 ватт. Давайте проверим, сколько она потребляет. Итак, вкручиваю лампочку, и она греется гораздо меньше, почти не греется. Итак, лампочка номер 3. Сразу же, она сразу же стала 6,9 ватт. Посмотрите, вам видно, нет? Я сейчас это попробую. Видно, да? Там мне показывают, что видно, отлично. 6,9 ватт. Другими словами, и она холодная. Вы знаете, я держу ее в руках, она холодная лампочка. Вот 7 ватт она нагрелась, все, 7 ватт она потребляет. Ровно 7 ватт потребление идет. И она не нагревается так сильно. Казалось бы, ну вот, вот она. Вот она счастье-то. Вот эта лампа, которая поможет нам, ну, поможет нам сэкономить. Давайте еще раз вспомним. Вот эта лампочка, вот эта, она потребляет 60 ватт. Эта потребляет 7 ватт. Почти в 10 раз меньше. В 10 раз меньше. То есть вот у этой лампочки потребление в 10 раз меньше, чем у этой маленькой. Потрясающе. И она холодная, она не нагревается. Если посмотреть на другие лампы накаливания, они моментально разогрелись, накалились. Они моментально, мне сейчас здесь нужно перевоткнуть. Они моментально, моментально, они сразу же возбудились, они сразу же такие ярые стали. А эти холодные. Итак, королева нашего бала. Вот эта лампочка. Я ее немножко залапал. Королева бала. Почему? Давайте сравним их. В принципе, они, вот эти две лампочки, похожи. Вот для меня они выглядят одинаково. Одинаково. Но давайте посмотрим. И патрончик у них маленький. Вот. Давайте посмотрим, что эта лампа нам покажет в действии. Закручивая сюда. Очень оригинальный, утонченный дизайн. Итак, лампа номер три. Посмотрите, 2,8, 2,9. Не знаю, вам видно, нет? Два. Ну, три ватта. Вот три ватта. Три ватта потребления. Другими словами, лампочка номер три. Трех ваттное. Трех ваттного потребления. Победительница. Вы знаете, для производства света этой лампе нужно всего лишь 3 ватта. Всего лишь 3 ватта. Я сейчас закручу, мне уже показывают, что все можно уже откручивать. 3 ватта. Только что я для вас провел эксперимент. Знаете, вот сравнение эффективности. Насколько ты по жизни эффективный? Вот эта лампа 60 ватт. Вот эта 3 ватта. Знаете, чтобы потребить столько, сколько потребляет эта, мне нужно вот таких поставить 20 ламп. 20 ламп вот таких потребляет столько же, сколько жрет вот эта одна лампа. Я на некоторых братьев смотрю, вот они, один жрет столько, сколько 20 других жрет. Вот она жизнь. Когда мы говорим о сравнении, все познается в сравнении. Вы хотите чего-то добиться, вы хотите быть эффективными, переходите на... Вы знаете, она вообще не нагрелась почти. 3 ватта по сравнению с 60 ваттами. По-моему, сейчас уже сказали, что во многих странах запрещены лампочки 100 ваттные, 60 ваттные лампочки уже запретили, чтобы их не было. Потому что они садят страну, экономику. Вот знаете, многие наши молитвы тоже нужно запретить бы, если честно. Многие молитвы надо было бы запретить, потому что они настолько неэффективны, они настолько нефтемные. Когда мы говорим с вами, когда мы говорим, да, это светодиодная LED, лампочка. Когда мы с вами говорим о эффективной жизни христианина, есть очень много граней составления, как быть эффективным. Если мы говорим о лампочке накаливания, накаливание, даже название такое, лампочка накаливания. Многие христиане, они как лампочки накаливания. Они раскаляются по любому поводу, они нагреваются по любому поводу. У них постоянно, постоянно, у них постоянно раздражение, ярость, гнеб. Они постоянно кого-то хотят разоблачать, разбираться. И ты смотришь на них, думаешь, ты вообще верующий или кто ты, антихрист какой-то? Или что ты за человек такой, а? Что ты за человек такой, что ты в постоянном напряжении, раздражении, постоянно на взводе? Я в следующие дни буду учить вас об эффективной жизни. Писание говорит, много может молитва праведного. Аминь? Так написано? Так написано? Ну, давайте. Вот, Иакова, по-моему, пятая глава. Откройте Иакова пятую главу. Много может молитва верующего. Так написано же? Иакова пятая глава. И здесь написано. Ну, давайте начнем с двенадцатого стиха. Прежде всего, Иакова пятая глава с двенадцатого стиха. Послание брата Иакова, пятая глава с двенадцатого стиха. Он говорит такие потрясающие слова. Прежде всего, братья мои, не кляните небом, не землей, никакой углубой, да будет у вас нет-нет, да-да, и чтобы не попасть вам под осуждение. Дальше. Злостраждет ли кто из вас? Страдает ли от зла? Мучается? Пусть молится. Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Дальше. Четырнадцатый стих. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви, и пусть помолится над ним, помазав елеем во имя Господне. Читаем дальше. И молитва веры исцелит болящего или болеющего, и восстановит его Господь. Если он садил грехи, то простятся ему. Читаем дальше. Послушайте, если он сделал грехи. И теперь признавайте друг друга перед другим проступком, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. И вот здесь много может... Может, какая молитва? Расслабленная? Усиленная. Эффективность молитвы усиленной... Молитва должна быть... Если вы хотите эффективную молитву, молитва должна быть усиленная. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Я хотел все последующие дни с вами разбирать качество эффективной жизни христианина. Я хотел бы с вами разбирать качество жизни человека, который знает, как добиться результата. Как добиться результата. Как сделать с наименьшим количеством потребления больше. Многие люди думают, что если в молитве будет много слов, они как фарисеи. Если буду много-много-много говорить слов, тогда моя молитва будет услышана. Дорогие мои, это не эффективная молитва. Это попытка многословия принятия к Богу и попытаться уболтать его. Не работает. Не работает. Сегодня мы с вами видели вот эти лампочки. То есть вот эта маленькая лампочка, вроде она такая супер-молитвенница. И так разогревается сильно. Так она нагревается. Так орет. Я был в одной церкви, где почти все во время молитвы даже не молятся, а орут. Же-е-е! Господь! Вот орут. Я посмотрел вот на эти лампочки, я как бы улыбнулся и подумал, ну да, шума много, а вот результата нет, ноль. Много может молитв. Молитва. Посмотрите вот на эту лампочку. 60 ватт, 3 ватта. Света столько же примерно. Когда мы с вами говорим об эффективности, мы можем в христианской жизни быть очень эффективными. Знаете, когда я поменял лампочки, у меня расход сократился очень сильно по дому. Я не мог поверить, что у меня стояли еще лампочки старого типа, которые потребляли огромное количество энергии, столько много энергии потребляют и выдают так мало света. Я смотрю на многих верующих, они столько много энергии потребляют, но так мало производят света. Какая мысль? Ты потребляешь много энергии, но производишь мало света. В основном ты производишь тепло, накаливаешь ситуацию. Ты разогреваешь ситуацию. В твоей жизни нужно научиться производить свет, а не производить накаливание. Люди ожидают от лампочки, чтобы она светила, а не раскаливала. Но многие христиане говорят, я буду, конечно, светить. Я буду светить, но я так нагреюсь. Я так нагреюсь. Я так нагреюсь, что вам мало не покажется. И когда на горизонте появляется кто-то более эффективный, это начинает говорить, ты, да ты нагреться даже не можешь нормально. В действительности, эта лампочка может даже вам пожар устроить. Вот эта лампочка может устроить пожар. А эта лампочка, она, конечно, нагреется не так сильно. Но когда приходит кто-то другой и говорит, а зачем вообще нагреваться? Давайте жить с Богом нормально. Давайте жить с Богом эффективно. И кто-то говорит, ну, ты пойми, все равно чуть-чуть нагреваться надо. А кто-то говорит, давай просто превратим все в свет Божий. Давай будем светить. Светить всегда, светить везде. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и Бога. Бог есть свет. Аминь, драгоценные. Итак, перед вами стоит выбор. Как вам в жизни реагировать. Как вам в жизни реагировать на ситуации. Как вам реагировать жизни на все. Я буду в следующие дни вас обучать очень внимательно, как быть эффективным в Царстве Божьем. Как быть эффективным с Богом. Как быть эффективным в молитве. Как быть эффективным. Пусть Бог благословит вас. В конце я посовершу молитву и благословлю вас. Ожидайте чудо, ожидайте, что ваша жизнь изменится. Если вы чувствуете, что вы тратите слишком много энергии, а результат у вас, ну как бы свет есть, но еще и жара вокруг вас, и все время какая-то накаленная обстановка у вас вокруг, раздражение, то тогда для вас это очень необходимо. Для очень необходимо. Я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да явит свою славу, да коснется вас Господь. Я прошу тебя, Боже, откройся и покажи, как нам иметь благословенную, успешную, христианскую жизнь. Благослови, Господь, каждого человека, кто сейчас со мной в эфире. Я прошу, Господь, благослови именем Иисуса Христа, я благословляю. Да пребудет с вами Господь, да явит свою славу, да коснется. Господь, благослови, благослови, благослови во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, я благословляю каждого из вас. Господь, я прошу, коснись этих людей и яви свою славу, защити их, Господь, от всякого зла и благослови во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе шалом, мир, благословение и благодать. Будьте благословенны. Аминь, драгоценный. Мы с вами встретимся в пятницу, завтра и я ожидаю чудес. Мы начнем говорить с вами об эффективной жизни христианина. Еще раз я хочу поблагодарить всех людей, кто поддерживает нас. Мы хотим приобрести камеру. Вообще благодарю вас за партнерство. Некоторые из вас приносят свои десятины сюда, в Дом Веры, в Дом Божий. Писание говорит, принесите все десятины в Дом Божий, чтобы в Доме Божьем была пища. И я благодарю Бога за тех людей, кто служит десятины приношениями. И у нас есть проект, мы собираем на камеру. Вот сейчас вы там видите, у нас появляется информация о камере, о том, что нам нужно собрать. Вы видите веб-сайт gofundme.com, дальше от 3.org. Если у вас есть возможность, пройдите и сделайте ваше пожертвование. Благодарю всех тех людей, кто принялся, кто участвует. И еще раз посмотрите на эту камеру. Нам нужна такая камера, мы хотим приобрести такую камеру. Я стою, верю, и верю, что мы с вами эту камеру приобретем. Мы приобретем. Мы уже прошли треть пути. Нам еще нужно пройти до конца, до конца дойти, до конца дойти, до конца дойти. Нам нужно до конца дойти и собрать. Вот сейчас вы видите, 885 долларов уже собрано. Я тоже принял участие. Благодарю Бога, что мне Бог дал возможность. Я принял решение поучаствовать. И ободряю вас принять участие. Пусть Бог благословит вас. Будьте эффективными. Потребляйте меньше энергии и производите больше света. Потребляйте меньше энергии. Меньше раскаливайтесь и производите больше света Божьего. Благословение вам. Люблю, ценю и благословляю вас. Во имя Иисуса Христа. Встретимся завтра. И завтра мы продолжим нашу важную тему. С вами был Максим Максимов. С благодарностью, с радостью в общении Святого Духа. Благословляю вас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дети Божьи, благословляю вас. Верю, что вместе мы с вами уйдем далеко и достигнем многого. Приглашайте ваших друзей присоединиться к Дому Веры. Всегда ждем вас. Домверы.ру ждет вас каждый день. Хранит вас Господь. До завтра. С вами был Максим Максимов. Со всеми благословениями. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok